здравствуйте с вами бобер для многих зрителей выросших в девяностые символом олицетворяющим аниме стала sailor moon наверняка каждый помнит либо девочку с двумя хвостиками и барашками на голове либо выкрик лунная призма дай мне силу либо просто название sailor moon луна в матроске вот об этом сериале сегодня и поговорим итак начинаем давным-давно в эпоху серебряного тысячелетия луна была центром солнечной системы а ее столице лунное королевство населявшие ее существа ничем от людей не отличались за исключением более долгой продолжительности жизни а долгую жизнь обеспечивал артефакт под названием серебряный кристалл обладатель которого имел огромную силу способную как создать так и разрушить целую вселенную зависимости от того чьих руках он окажется правило лунным королевством добрая и умная королева серенити у нее была дочь принцесса с таким же именем у которой имелись любовные чувства к принцу земли эндемиону но не все в лунном королевстве было так гладко ведь на земле точнее в параллельном земному миру мире существовало так называемое темное королевство которым обитали демоны а правило им королева металия в нашей локализации король сгусток темной энергии способны убить все живое единственное что могло ее остановить это серебряный кристалл и вот металия решает захватить или в крайнем случае уничтожить этот артефакт до этого она вербует одну из придворных земного королевства берил она же погибель которая была влюблена в эндемиона наделив ее магическими силами взамен на полное повиновение даже в свою очередь навешивала забавший на уши земным жителям что уничтожив луну те обретут способность долголетию собрав армию нападает на лунное королевство принцесса принц демион да и все жители луны были убиты и тогда королева серените решается на ответственный шаг жертвуя собой выпускает энергию серебряного кристалла тем самым изолировал металию в своем темном королевстве и погрузив ее вечный сон а также закрыв портал между земным миром и миром темного королевства но перед смертью королева погружает двух кошек луну и артемиса в глубокий сон и отправляет их на землю для будущей связи с ними отставляет от себя эхо проекцию души же погибших жителей луны в том числе принцессы и эндемиона отправляет на землю будущего чтобы те смогли переродиться в виде обычных людей и вот уже в конце двадцатого века обычная школьница бани она же усаги цукина идя в школу видит как группа мальчишек издеваются над кошкой прогнав хулиганов бани забирает кошку домой где-то человеческим голосом говорит ей чтобы они являются одним из супер воинов которым нужно защитить землю от злых сил которые по стечению обстоятельств недавно пробудились девочка естественно была в шоке и подумала что это просто страшный сон но увидев демона сразу же поняла серьезной ситуации и благодаря броши подаренной ей кошкой превращается в супер воина а затем выслушав ее рассказ решает найти остальных воинов и уничтожить врагов а удастся ли это зритель узнает посмотрев данный мультсериал аниме вышло в 1992 году и насчитывало целых пять сезонов и несколько полнометражек первом сезоне о котором сегодня идет речь было 46 серий практически каждый эпизод представлял собой отдельную историю которые проходили на фоне медленно постепенно развивающегося сюжета но ближе к концу сезон уже имел линейную последовательность где каждый эпизод являлся прямым продолжением предыдущего такое построение сериалу пошло лишь на пользу ведь благодаря этому зритель может почувствовать как развивается тот или иной персонаж и скажу от себя в плане развития героев не было ни одной филлерной серии но если же зрителю интересен исключительно сюжет то несколько серий конечно же можно выкинуть но для начала давайте пару слов о создании аниме а начиналось все так 1991 году никому неизвестная мангака на око таки ути обратилась в редакцию одного журнала с целью публикации ее манги под названием целор ви манга про девочку-подростка сражающиеся со злыми силами в это же время компания то и анимэйшн после успеха своего сериала известного под названием могучие ренджеры предназначенного в основном для мальчиков задумалась они сделать ли что-нибудь подобное для девочек и вот на глаза продюсеров попались выпуски про sailor ви связавшись таки ути компания предлагает ей выпустить мангу который главными героями будут девочки облаченные в школьную форму и на основании которой в будущем будет выпущено аниме автор подумала подумала и согласилась сделав новый главной героиней sailor moon однако оставив сюжете и sailor ви таким образом мангу sailor ви можно считать своеобразным приквелом sailor moon так как на создание одного тома манги уходил примерно месяц а серии аниме выходили раз в неделю было решено разбавлять сериал выпусками примерно однотипных серий особо на сюжет не влияющих но как я и сказал раньше раскрывающих персонажей чему как раз таки в манге будет уделено мало времени кстати сюжет манги и сюжет сериала будут отличаться друг от друга но сейчас не об этом а персонажах бани она же у саги она же sailor moon она же принцесса сиренити он же гога он же гоша он же юрий он же гора он же жор девочка 14 лет немного лениво учится плохо любимым школьным предметом является домоводство так как там можно спокойно поспать не любит точнее сказать не умеет готовить к спорту относится отрицательно обожает джаз не пользуется духами потому что ты не пользуешься духами плохо катается на лыжах и коньках также играет и в волейбол часто плачет да не то что плачет орёт так что своим криком может оглушить окружающих любит своих родителей и брата шинга хотя при всех это не показывает обожает мороженые пирожные побольше конфет интересуется парнями конечно же теми которые ее немного постарше немного неуверенно в себе виде супер воина одета в школьную форму и красные сапоги блузка представляет собой своеобразный бронежилет на груди прикреплена брошь с помощью которой бани превращается в sailor moon на юбке имеется карман в котором хранится жезл способный превращать бани в кого угодно на голове диадема который является не только частью формы но и основным оружием героини принципе о себе девочка рассказывает в начале каждой серии но действительно ли это так часто плачет здесь не поспоришь но обратите внимание как быстро начинает плакать также быстро и заканчивает то есть это вполне управляемый процесс переросших привычку это я могу судить по себе конечно немного странное сравнение я курю очень много курю но если у меня нет сигарет то никакой тяги у меня и нет но если появляются то выкуривается одна за одной то же самое и у бани если убрать внешние раздражители то и плакать она не будет раздражителей полно то юмина ее одноклассник троллит ее насчет оценок не стоит так огорчаться я тоже особо не старался так что сотни мне не видать что поделаешь контрольная игра то повезет то нет полуна постоянно напоминает гея и и профнепригодность будь бы они единственным воином энергии всех людей земли давно и давно была похищена темным королевством иной раз аж хочется сделать так по мамору называет пирожком с мясом а что тут говорить даже родители постоянно встают на сторону ее брата я думаю что он прав твои шансы невелики хотя родителей она любит всей душой а во многих парнях видит своего отца и создается ощущение что в детстве родители ей уделяли мало внимания хотя видно что несмотря ни на что желают ей добра похоже на бане интересно будет моя дочь такой же красивый когда вырастет и считают ее до сих пор маленькой девочкой это подарок от мальчика что ты сказала тому же у нее возникает некий комплекс неполноценности так как она не имеет каких-либо сверхспособности вот меркурий создает туман марс вызывает огонь юпитер молнию и так далее а у нее только диадема то что она неуклюже немного здесь спору нет этого не отнять но ведь не каждому дано хорошо кататься на коньках или петь или танцевать или играть в компьютерные игры но назвать ее без мозга или трусиха и язык не повернется во многих сериях она одна побеждала демонов не боялась в одиночку действовать и когда надо было сама созывала команду а в одной серии даже сама придумала план как выманить злодеев единственное что и нужно это поддержка со стороны в этой роли выступает такседа маск который постоянно дает инопутственные слова или другие воины но и с течением сериала мы можем наблюдать как она избавляется от этих комплексов и становится настоящим лидером команды а что самое главное она умеет признавать свои недостатки в целом же баня обычный подросток со всеми свойственными ее возрастами достоинствами и недостатками да и первый поцелуй у нее был согласно манги по пьяни как и у многих подростков амими цуна она же sailor mercury самая умная девочка школы учится в параллельном с бане классом ходит на дополнительные занятия мечтает стать врачом как и ее мама скромная тяжело заводит друзей свободное время предпочитает проводить за чтением книг виде супер воина одета в школьную форму и синие сапоги главным оружием является мыльный дождь способность окутывать туманом близлежащую местность в арсенале имеется небольшой компьютер благодаря которому можно вычислить местоположение врагов и союзников ну и проводить различные математические вычисления также имеются очки с помощью которых можно распознать что находится впереди реальный предмет или иллюзия многие считают ее самым красивым персонажем но я с этим кардинально не согласен это только мое мнение но посмотрите сами шея тонкая длинная что у страуса а короткая стрижка и надутые щеки лишь это подчеркивают даже смотреть противно скромная воспитанная да как бы не так вот например в сцене где подруги уплетают за обе щеки она аккуратненько цепляет еду вилочкой хорошие манеры это не хорошие манеры обрезгливость тем самым она показывает что считает себя намного выше остальных и что и противно находиться с этими так сказать невоспитанными девчонками когда надо она и характер проявить может например ударить бани по щеке выскочка бывает что не дослушав остальных первый сломя голову идет бой застенчивая каждый раз краснеет но в тихом омуте и черти водятся думаю оставшись наедине с мальчиком она будет вести себя как-то девушка из южного централа но в целом она остается хорошим воином и главным мозгом команды и способна отдать жизнь за любого из ее членов рейхина она же сейлор марс мой любимый персонаж просто всегда мечтала девочки знаете такой собирательный образ вот ну темные волосы там ну и все учится в церковной школе в старших классах хотя по возрасту является ровесником остальных героинь любит комиксы хорошо катается на лыжах свободное время посвящает медитации обладает способностью предчувствовать опасности определять наличие зла если она присутствует рядом способны изгонять злых духов обладает склонностью к колдовству и может использовать его в своих целях например выиграть лотерею виде сейлор марс одет в школьную форму с красными туфлями носит на шее кулон который после превращения опускается на пояс повелевает огнем может не только вызывать огонь но и усиливать оружие своих друзей например лунную диадему сейлор мун на хозяйстве у нее имеются два ворона фобос и деймос аналогично названием спутников марса которые по возможности оберегают ее от приближающейся опасности а вот здесь я скажу рей является полной противоположностью ами ну посмотрите красивая девушка даже баня это признает и выглядит намного старше своих лет вокруг нее всегда много парней однако она знает себе цену и не будет встречаться с первым встречным а выбирает покрасивее постарше кстати она первая кто стал подозревать что мамору похож на такседа маска виду того что она проживала не с родителями а с дедом то есть не испытывала родительской любви и теплоты привыкла быть стойкой и с виду даже жестоко и безразличной однако в душе оставалась ранимой и беззащитной хотя на людях это не показывала но как только оставалась одна сразу же выплескивала свои чувства наружу это же касается и возможности признавать свои ошибки знает что бывает не права но эта маска ее беспринципности и безразличия не позволяет ей признать свои ошибки и извиниться легко заводит друзей хотя настоящую дружбу испытывает только к бане опять же никому с виду этого не показывая а вот оставшись наедине способна излить свою душу ну или выплеснуть все что накопилось при высокой эмоциональной нагрузки в целом является отличным другом и хорошим воином макота кино она же мако она же sailor юпитер девочка высокого относительно ее возраста роста занималась каратэ способна ушатать небольшую группу хулиганов хорошо готовит любит чистоту отменно катается на коньках в общем является идеальной невестой виде воина одета в школьную форму с зелеными ботинками кстати в школу ходит в обычной одежде так как ввиду большого роста формы на нее просто не нашлось может повелевать молниями она единственный из воинов способность которой можно объяснить только у нее из диадемы выдвигается антенна которые притягивают к себе электричество единственными и недостатком является сильная любвеобильность и встретив какого-нибудь интересного парня она непременно в него влюбляется сравнивая его со своим бывшим виду того что ее родители погибли ей приходилось его добиваться самой и вот она в отличие от рэй как раз таки была сильной и душой и телом и не только на людях а всегда могла оставаться сама собой не прячась за какой-либо маской ко всем делам подходила с холодной головой за исключением тех случаев как я и сказал когда влюблялась и для команды являлась именно тем воином на которого нужно равняться и брать с него пример минако айна она же сайлор ви она же сайлор венера длинноволосая блондинка первый появившийся точнее вспомнивший свою прошлую жизнь воин долгое время проживала в лондоне сотрудничала с интерполом позже уничтожала нечисть в образе сайлор ви но с появлением сайлор мун немного утихомирила свою деятельность учиться в третьем классе средней школы хотя по возрасту является ровесником остальным в виде сайлор венеры одета в школьную форму и оранжевые туфли суперспособность луч полумесяца но а проще говоря яркий свет является неформальным лидером воином в матросках за исключением сайлор мун да в манге именно она убила королеву берил легко заводит знакомство немного неуклюже в хозяйственных делах однако по спортивной составляющей ей нет равных по силе конечно уступает мако а в остальном превосходит единственный из воинов кто реально оценивает свои шансы в борьбе со злом и с чем им предстоит сразиться виду того что в сериале она появилась достаточно поздно особо характер ее не удалось раскрыть это сделают следующих сезонах однако можно сделать вывод что она способна прощать а это очень ценное качество для любого человека и главное она совершенно не злопамятная хотя даже сайлор мун не понимала почему она хочет спасти свою конкурентку мамору джиба он же такси дамаск он же принц эндемион возраст неизвестен известно лишь только то что в детстве его родители погибли в автокатастрофе а ему чудом удалось выжить но после аварии у него пропала память но последнее время ему стал снится один и тот же сон где девушка просит найти его серебряный кристалл благодаря которому память к нему вернется учился в университете можно сказать страдал раздвоением личности ведь том что он превращался в такси дамаска он не помнил в арсенале имеется роза которая может остановить но не убить любого демона а также выдвижная трость служащая в качестве меча всегда дает полезные советы сейлор мун очень благородный если драться то только один на один никогда не вступал в бой с девушками имеет такую же длину энергетической волны как и у металли и тем самым является мощным оружием против воинов в матросках по характеру очень добродушный многим может показаться что он всячески пытается обидеть бане хотя на самом деле он ее пытается подстегнуть говорит что надо лучше учиться если не хочешь потолстеть то надо прекратить есть пирожки и начать заниматься спортом да под конец даже бане с ним подружилась и подружески могла его хлопнуть по спине тому же он самокритик в разговоре смотрите говорит что него же студенту встречаться с малолетками однако тут же вспоминает себя и рэй но целом как персонаж он не сильно раскрыть а представлен как любовь главной героини луна черная кошка с полумесяцем на голове такое ощущение что в японии сфинксов никогда не видели после разрушения лунного королевства была погружена королева серените в длительный сон когда королева металлия пробудилась серените пробудила луну чтобы то отыскала воина в матросках достаточно умное животное чересчур ответственно подходит к возложенной на нее миссии понимает какая на ней лежит ответственность то же время совершенно не осознает что у девочек есть своя жизнь им тяжело воспринимать что они являются спасителями мира и сразу начинает ставить перед ними сложные задачи любит потроллить бани но со временем именно она понимает что сейлор мун настоящий лидер и выдвигает ее кандидатуру к лидерству очень беспокоиться о жизни своих подопечных иногда даже задумываются а нужно ли им это вообще воевать так же как и обычным кошкам ничего кошачьего ей не чуждо любит полежать в теплой постели когда за окном зима любит когда ее гладят не отказывается от молока да и котами немного интересуется ну и хорошо справляется с функцией главного координатора команды артемис белый кот который так же как и луна был погружен в сон а после пробужден королевой серените но его главной задачей было найти серебряный кристалл проживает смена к именно он ее нашел и сделал воином матроски любит пошутить над луной отправляя ей замысловатые послания при первой встрече казался самым серьезным но с течением времени выяснилось что он полный раздолбай по первому сезону не очень сильно раскрыт его раскроют следующих а главных героях поговорили и прежде чем перейти к владеям немного остановлюсь на возрасте персонажей согласно манги и всем по 14 лет однако они учатся в разных классах вообще в японии школа делится на младшую 1 6 класс среднюю 7 9 классы и старшую 10 11 соответственно и как бы они говорит в начале что учится во втором классе колледжа это означает что учишься в восьмом классе рэй в старшей школе значит учится в десятом или одиннадцатом классе минака в третьем классе средней школе то есть девятом а мамору в университете значит школу уже закончил тому же учебный год в японии начинается в апреле они в сентябре но это я так для общего развития а теперь к злодеям вообще что такое темное королевство это некий параллельный мир в котором обитают демоны мир очень ограничен поэтому демоны мечтают выйти из него и заполонить другие миры королева или король металлия сгусток темной энергии способный убить все живое может наделить любое существо способностью к магии а также наделять волшебными свойствами неодушевленные предметы например черный кристалл о котором поговорим чуть позже способна также открывать порталы между мирами именно благодаря ей демоны темного королевства проникли на землю единственное что ее сможет остановить это серебряный кристалл из-за которого она и была изолирована и который она хочет найти и захватить или уничтожить в аниме особо не показывалась а вот в манге ей был уделен целый тон королева берилл она же королева погибель бывшая придворное земного королевства испытывала любовные чувства к эндемиону согласившись служить металле и верой и правдой была наделена последней способностью к магии виду долгого нахождения под землей могла легко управлять светом жестоко и высокомерно своим слугам относится как расходному материалу терпеливо понимает что на войне случаются и победы и поражения поэтому при проигрыше может дать своим подданным второй шанс а если они выполнят ее задание поможет наградить но в то же время терпение не безгранична и тогда ее ярости не будет предела в этом и кроется ее слабое место совершенно не умеет слушать ведь трое из четырех ее помощников знали кто такая сэллормун однако она даже слушать их не стала в общем стандартный отрицательный персонаж на которую смотреть особо не интересно темные лорды генералы темного королевства каждый обладал определенными способностями и у каждого в подчинении имелись свои демоны именуемые юмами первый джедай он же жадеид согласно манге ему 24 года самый слабый из четырех лордов глядя на него сразу хочется спросить и действительно ненавидел людей голубые людишки его главной целью было собрать как можно больше людской энергии чтобы полностью пробудить королеву металлию действовал простейшим образом играл на чувствах людей собирал их группы по интересам в основном акцент делал на недостатках и слабостях таких как избыточный вес или одиночество или любовь к музыке или к украшениям и высасывал энергию так же как и к людям относился и к своим юмам совершенно ни во что их не ставил по мне какая жена дура юма же как и хозяин были слабые к тому же в образе демонов почти все на одно лицо принимали облик людей и втирались к ним доверие умирали от удара лунной диадемы а иной раз просто сгорали но несмотря на свою слабость могли подвергать людей гипнозу превращая их в управляемых зомби по характеру джедай спокойный преданный королеве погибель которую уважал но очень боялся наверное именно этот страх и вызывал в нем людскую ненависть этот порог свойственным многим людям когда не можешь что-то противопоставить сильному отыгрывался на слабых а может он вообще был девственником или у него была девушка которая всю жизнь держала его во форт зоне потому он и ненавидел женщин а даже воины в матросках ему сделали замечание и способности имел склонность к телепатии мог создавать иллюзии например из сжавого корабля сделал роскошный круизный лайнер 2 нефрит совершенно верно ведь по манге ему было всего 19 лет но несмотря на возраст по силе был вторым из четырех лордов кстати мне одному он женю белоусова напоминает единственный из лордов который имел человеческую ипостась проживал шикарном особняке ездил на ferrari представлялся всем владельцем крупной фирмы даже имел человеческое имя масата санджой хорошо разбирался в астрологии согласно которой и выбирал демонов главной целью как и у джедай то было собрать как можно больше человеческой энергии однако немного другим способом он брал одного демона и вселял его в определенный предмет пользуясь которым человек достигал пика своей энергии которую благополучно забирал себе нефрит единственный из лордов который мог возразить королеве погибель в отличие от джедай так людям относился нейтрально концентрируя свое внимание только на жертве остальные же ему были абсолютно безразличны имел недружественные можно сказать враждебные отношения с третьим лордом зайсай там но так как в нем существовало что-то человеческое соответственно все человеческие качества ему были не чужды вот он и влюбился в одну из подруг бани нару и интересно было смотреть как из жестокого темного лорда он превращался во влюбленного чувствующего человека по способностям хорошо владел черной магией ну и 3 а таким сделали его анимешники ведь в манге зайсайд был обычным воином и никакой враждебности между ним и нефритом не было в аниме же он испытывал чувство к старшему темному лорду кунсайту но локализаторы смогли обосновать такую любовь как любовь сына к отцу а почему же тогда он относился к нефриту так плохо наверное потому что был пассивным по отношению к кунсайту а с нефритом хотел сделать это на какой-нибудь вечеринке подбросил бы ему кафелина в коктейле как бы с утра все нормально ничего не помнишь но задница попаливает а он даже не стеснялся превращаться в девушек частности в селлар мун высокий человек из фантазма позавидовал бы его целью было найти серебряный кристалл но для этого ему сперва нужно было найти 7 радужных кристаллов которые собравшись вместе образовывали серебряный его юмами были как раз таки демоны заключенные в радужных кристаллах это были самые сильные демоны которых королева серените заточила в радужные кристаллы современном мире они были обычными людьми имевшими различные необычные способности например телекинез или предсказывание будущего но под воздействием черного кристалла превращались демонов убивать их не убивали а излечивали с помощью магического жезла сейлор мун и после излечения они снова становились людьми по манге за сайту 23 года воин ниндзя находился постоянно в воздухе плавно передвигался грация пластика были его коньком как и все ниндзя когда метали свои сюрикены выкрикивали цой он также кричал выкидывая вперед черный кристалл но так как в оригинале его звали цой зит то наши локализаторы подумали что он выкрикивает начало своего имени цой ну и этот выкрик озвучивали как зой типа начала за сайт в качестве прикрытия использовал лепестки роз а в качестве оружия меч и ледяные кристаллы но несмотря на то что он ниндзя сразиться один на один с кем-либо боялся усайт он же кунцит старший самый сильный темный лорд единственный всех кто носил плащ испытывал любовные чувства к за сайту враждебные к эндемиону главной целью было найти и убить сейлор мун попутно отобрав у нее серебряный кристалл с помощью черного кристалла мог превращать людей в демонов королеве погибель относился с уважением но очень боялся гнева металии мог создавать энергетическое поле которое могло служить как в качестве защитного барьера так и в качестве клетки для соперника также мог соперника отправить любую эпоху в частности прошлое на вооружение имел губеранги про основных персонажей рассказали давайте буквально пару слов о второстепенных нару одноклассница бани также как и подруга является среднестатистическим подростком наверное ей больше всех доставалось от демонов темного королевства являлась своеобразным инкубатором энергии для них ведь именно от нее получили энергию джедайд и нефрит на ней строится одна из самых драматических арок сериала а именно ее любовь с нефритом который кстати в манге не было юмина одноклассник нару и бани влюблен в последнюю а затем полюбил первую на нем строится если не больше то значительная часть юмора в сериале мисс харуна учительница английского языка самый невезучий персонаж мало того что попадает в неприятные ситуации связанные с темным королевством так еще и по жизни ей не везет не может найти вторую половинку больше всех ее жалко становится мотоки владелец салона игровых автоматов друг бани и мамору чтобы не случилось всегда поддержит бани добрым словом ючиру сын богатых родителей отправился познавать мир встретил рэй и влюбился остался работать в храме ее дедушки дедушка рэй владелец храма хикава на старости лет немного тронулся умом и потянулся за молодняком не пропустит ни одной юбки красивой девушки родители бани и ее брат шинга в аниме используется для того чтобы показать отношения в семье ну вот и поговорили обо всех персонажах если возраст и немного описания я взял из манги то все остальное было взято исключительно из сериала вообще манга и сериал имеют разные направленности манга более мрачная имеет уклон в сюжет и любовную линию между бани и мамору сериал больше акцентирован на дружбе и раскрытие персонажей единственное что не понравилось сериале это абсолютное не раскрытие главного злодея металлия представлена как какой-то говорящий камень дающий всем указания и мечтающий захватить вселенную и все но мне кажется это стандартная болезнь аниме того периода ведь например в тех же трансформерах воинах великой силы devil z тоже только командовал своим голосом а потом просто вселился в скорпонога а кто он как выглядит об этом ничего вот и здесь также металлия просто отдала свои силы королеве погибель но будем считать что это своеобразная японская фишка так теперь от персонажей перейдем к артефактам серебряный кристалл мощнейший артефакт способный как убить так и воскрешать был расколот на 7 радужных кристаллов помещаться в специальный жезл которым могла пользоваться либо королева либо принцесса соответственно жезл олицетворял собой символ королевской власти а без серебряного кристалла жезл мог реагировать на радужные кристаллы ну и исцелять людей черный кристалл артефакт который также как и жезл мог реагировать на радужные кристаллы а после того как металлия наполнила его темной энергией мог превращать людей демонов да не только по схеме один человек один демон а мог сразу нескольких человек превращать в одного демона. Жезлы воинов в матросках. Артефакты, с помощью которых девчонки могли превращаться в супервоинов. У Бани же эту функцию выполняла брошь, которая находилась у нее на груди. Однако, если девочки, чтобы превратиться, должны были жезлы держать в руках, то Бани этого делать было необязательно. Вспомним серию, когда она была в купальнике и без броши превратилась в Сейлор Мун. К тому же у Бани был еще один жезл, способный превращать ее в кого она захочет. И что удивительно, он реально превращал ее в другого человека. В то время как при превращении воина в матросках, девчонки по большому счету менялись только в одежде. И я до сих пор понять не могу, как злодеи не могли вычислить, кто такая Сейлор Мун. То не Фрид думал, что это Нару, то некоторые демоны не могли отличить блондинку о брюнетке. А разговор Сейлор Мун с Шинга, это вообще не такие ворота. Как брат не смог узнать голос сестры? Да даже в манге этому событию был уделен момент, когда Мамору говорит Бани, что ее прическа похожа на прическу Сейлор Мун. Кстати, эта прическа называется Аданга. Наподобие такой имела Чунли из Стритфайтера. И что касается причесок, то в сериале даже был один момент, когда рассказывалось, какая прическа кому подходит. Все эти атрибуты дали девчонкам кошки. И назревает вопрос, где они их хранили. Но на это можно ответить, так как кошки неземные. По подобным трансформерам, они имели подпространственные карманы, где и хранили всю эту бижутерию. А вот как происходил процесс превращения, на этот вопрос может ответить Ами. Похоже, что это замкнутое воображаемое номерное пространство. Теоретически это означает, что реальное номерное пространство, в котором мы раньше находились, не соединено с трехмерным пространством. Реальное номерное пространство соединено с двухмерным пространством через ноль. То есть является обратной фазой плюса и минуса. А если серьезно, то скорее всего на Луне имелся источник энергии. Возможно, небольшой осколок серебряного кристалла, который стягивал к себе энергию планет Солнечной системы. И когда кто-то из девчонок подавал команду по типу «Лунная призма, дай мне силу», жезл или брошь посылали сигнал к этому источнику. А тот, в свою очередь, посылал энергию к жезлу или броши. Там энергия превращалась в материальную, тем самым девочки переодевались. Как-то так я могу объяснить этот процесс. Собирая материал, я наткнулся на один ролик, где автор был очень сильно возмущен тем, что сериал развращает подростков, показывая в кадрах трусы героинь. Я с этим не согласен. Во-первых, трусы показывают всего в нескольких сериях буквально на пару секунд. И когда зритель будет увлечен сюжетом, он на это внимание обращать не будет. Для этого существует отдельный жанр под названием Этти. Вот там реально трусы, а также различные эротические позы являются непосредственным атрибутом фильма. Здесь же наоборот, аниматоры в тех позах, где юбка должна задираться, этого не делают. Во-вторых, трусы показаны только у воинов в матросках. И можно сделать вывод, что они являются непосредственной частью их костюмов, а не нижним бельем. Мы же не говорим, что те же фигуристки светят своими трусами. Ну и в-третьих, сами же аниматоры упоминают про это непосредственно в сериале. Вы хотите сказать, что мы должны рисовать ее более сексуальной? О чем вы говорите? Я ведь сам отец. Я согласен, что есть много кадров, когда героиня расположена в ракурсе с видом снизу. И что? Каждый видит, что хочет увидеть. Аниматоры никакого разврата не допускали. О чем можно даже судить по сцене в бассейне, когда у девочек слитый купальник, а у тех, кто постарше, раздельный. Есть, конечно, момент, когда Унару раздельный. Но такой прием использовался для того, чтобы подчеркнуть ее взросление. Она же все-таки влюбилась и почувствовала себя взрослой. Да что мы все про трусы да про трусы. У меня возникал другой вопрос. Почему кроме толстого кота, ни у одной из кошек не было дырки в жопе? Ну раз заговорили об аниматорах, перейдем к анимации, которая в принципе соответствует своему времени. Задники выполнены акварелью, поверх которой располагаются персонажи, расположенные на переднем плане. Сразу же бросается в глаза небольшой бюджет, а точнее экономия средств, выраженная в том, что если один из персонажей говорит, то другой стоит неподвижно. Это же касается и персонажей или объектов, находящихся на заднем плане. Именно персонажи и объекты, а не задники. И двигаться они начинают только тогда, когда зрителю нужно обратить на них внимание. Из-за этого немного пропадает интрига. То есть будешь догадываться, что может произойти с героями в следующей сцене. Например, в сцене с танцами, где все танцуют и только силуэт Бани стоит. Значит в следующем моменте покажут именно ее. И таких моментов в сериале предостаточно. Но поверьте, это совершенно не напрягает. А вот что напрягает, так это повторяющиеся моменты. И если насчет превращений я еще могу кое-как согласиться, то постоянно повторяющаяся анимация суперударов раздражает. Но вот был же момент, когда Ами выпустила мыльный дождь без привычной анимации. Можно же было так и другие сделать. Но сами эффекты огня, молнии выглядят очень прилично. Я бы даже сказал красочно. Также анимация передает и настроение. Например, сцены любви или мечтаний показаны в розовом цвете. А сцены грусти или опасности в темных тонах. Анимация также отвечает и за юмор. Это выражено в основном при показе эмоций. Это и покраснение лица во время смутения. И большие рты, и постоянно всплывающие кабельки или знаки вопроса. Или легкие подрыгивания конечностями. А вкупы с японскими криками, все это выглядит довольно забавно. Хотя в основном анимационный юмор используется по принципу «шутка ради шутки». Есть еще и юмор в диалогах, когда один персонаж подкалывает другого. Но таких моментов относительно немного. Плюс еще мы не знаем японского менталитета. Может быть там и были шутки, но они нам непонятны. Да и еще наша озвучка, возможно многие шутки перековеркала. Диалоги построены достаточно грамотно. И многие из них несут смысловую нагрузку. Ну попробуйте посмотреть сериал без перевода. Много ли чего поймете? Нет. Присутствуют в сериале и пародии. Например пародия над психо с известной сценой в ванной. Или наличие героев хорроров типа Франкенштейна или Оборотня. Да и о японском фольклоре создатели не забыли. Показав в одном эпизоде пропавшую девушку. Ну и вишенкой на торте является музыка. Особенно выделяются заглавная тема и тема из сцен превращений. Последняя так вообще стала визитной карточкой любого превращения. Да даже я в обзоре на трансформеров на сцену превращения Мегатрона в Гальватрона ее наложил. И еще если кто не в курсе, при показе на дважды два в заставке первого и второго сезонов песни не было. Была только музыка. И я далеко не с первого раза понял, что в седьмой серии Банни и Нару поют именно эту песню. Прости, что я тебе надоедаю, но я спою тебе о своей мечте. Музыка вообще создает настроение. В сценах экшна – быстрая, а в драматических моментах – грустная. А если еще сопровождается жалобным криком или хныканем, так вообще прослезиться можно. Ну а теперь немножечко к недостаткам. Помимо названных, нераскрытия главного злодея и повторяющейся анимации, отмечу тупость злодеев. Мало того, что не могут отличить блондинку от брюнетки, так еще и не могут построить логическую цепочку. Например, Кунсайт видел, что изначально в лифте ехали Банни и Мамору, а вышли оттуда Сейлор Мун и Такседа Маск. Ну логично же, что они ими и были. Или вычислили, кто такая Сейлор Венера, и неужели же нельзя было за ней проследить? Она бы непременно вывела их к другим воинам. Также не радует постепенное ослабление злодеев после первого появления. Тот же Кунсайт при первом появлении чуть не убил всех воинов в матросках. Однако в последующих сериях этот прием не применял. Да и вообще, временные промежутки показаны как-то непоследовательно. Например, в одной серии показана осень, в следующей Банни радуется наступлению весны. А в следующей кошке жалуются, что как же холодно зимой. Или в третьей серии Банни говорит, это же мистер джедай, на что Луна отвечает, это же наш враг. Хотя сама еще не видела его. А уже в четвертой серии Банни не знает, кто такой джедай. И таких моментов достаточно много. Ну а если брать фильм в целом, то получилось отличное аниме. Сюжет есть, персонажи раскрыты, графика смотрибельная, музыка суперская. Чего ж тебе еще надо, собака? Моя оценка 9 из 10. Просмотру рекомендую. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, делайте репосты, пишите в комментарии. А вот на канал подписываться не обязательно. Даже можете отписаться. Что? Потому что меня бесит, когда просмотров меньше, чем подписчиков. Ну в общем, на этом все. С вами был Бобер, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok